по бмв это все хана все хана больше не проголел ты собираешься продавать или что нет почему тоже буду делать кататься ты же хотел продать ну хотел перехотел только бмв это только бмв грузим наше предпособление попробуем сейчас да и в путь ой как ты вместо в машине потай Нормально, кто за это? Заехать можно. Поеху, может, только не загрузили с тобой. Ну, на единственное пустое. Да, у нее много плюсов. Размезли, все такое. Головку почистил. Вот это, я думаю, надо, чтобы пыли заварили, как-то поверхность сделали немножко здесь. То, что голова вроде как вся целая. Ну, нормально, это я так, чисто на первый взгляд. Но здесь... Герметик здесь держал, но, блин, все равно. Тут прокладочка еще такая отдельная есть. Хочешь, что случилось, расскажи. Хорошо, ехал, короче, насыпал по набережной. Ну, 6-7 тысяч, все, что было, выжимал с нее. Моторчик на бензиновую форсунку, когда заводил, она же на газу. На бензинка утром заводил, она поддергалась. Так, хорошо, мотор поддергивался. Ну, думаю, ладно, я все же на газу езжу. Я забыл, что когда я даю ей в пол, включается бензин. Это что-то провтыкал момент. Ну, ехал по набережной, газ в пол. Пол набережной, короче. Ну, и сзади дым пошел очень сильно. И мотор затроил. Я понял, что, по ходу, все. Это я уже понял попозже. Так что случилось? Сейчас крышечку мы уберем. Я уже вижу, смотри. Видно, да? Да. А, ну да, он кусочка поршня нет. Прогорел поршень. Болтается поршня. Ого, этот сильно болтается. Нормально. Смотри. Ну, они же так просто не прогорают, правильно? Бедная смесь. Я не сильно в этом опыте, но я так понимаю, что бензиновая фасунка много лила или мало лила. Мало. Ну, короче, да, и момент как раз нагрузки хороший. И все. Но у нас уже есть другой пациент, который уже будет поставить. Это уже был алюминий с не косилом. За коробку не будем рассказывать. Ой, за коробку тоже я уложил, да. Коробка лежит там в углу старая, уже новая стоит. Оп, как вложил. Вложил. А я масло никогда не проверял с ней. Ну, ничего, да. А его не было давно уже, оказывается. Но самое главное, что ее любишь, да? Я ее люблю все равно, да. Нашел я блок. Почитал в интервете информацию, что переделывается алюминия на чуму. Чумный блок уже. Я его почистил немножко. Тоже без опыта вообще. Опыт нулевой. Покажи, пока почистил. Ну, немножко сверху химию помыл. И она такая нелегкая. И с этой стороны немножко натер. Нормально. Помыл все. Ну, проверим. Еще будет перебираться все это. Вот этот чугунный блок с двухлитровой. Будет растачиваться под 84-й поршень. Ну, и самое-самое простое решение, да, короче. Это самое, да. Все на это переходят. Потому что алюминий с некосилом это вещь хорошая, но если она хорошая. В моем случае там уже выработка и массажер хороший был. Ну, я всегда говорил, что она жрет чуть-чуть. Зажила у меня. У меня товарищи, когда приходили в гараж, я прятал канистрочки у меня тут, короче, с под маслом. Новые. Я их всегда в угол прятал, чтобы мне было видно, что у меня тут дохерал просто. Ну, блин, извините, полмиллиона пробега на этом моторе. Плюс форсунки не обслуженные были. Ну, будут мне уроком, как говорится. Конечно, убирай. Вот галюка. Плюс массовая. Она алюминиевая просто. Да. Видишь, как BMW заботились о том, чтобы веса меньше было. Да. И не ржавеет. Все немножко смазано. Видишь, вот пушсалом. Проводским. Так, это все положим все сюда. На моечку. Все вернуется. Иди ты на ту сторону тогда, придерживай двигатель, чтобы нигде нет. Угарился. Ковырни ломиком, да. От коробки. Ага. Ага. Ломиком разожми, да. Сейчас. Если ты все болты открутил, то сейчас должно уйти. Я не знаю. Все, все. Все, да. Давай я помогу тебе подернуть уже. А нет. Что? Что-то еще есть? Один какой-то болт вот здесь, да. О, видишь. Вот это его не открыть надо. Ну откручивай. Откручивай. А ты мне говоришь, что я его на двух болтах оставил. Помнишь? Да, да. Вот второй. Ну вот смотри, чуть-чуть. Где-то там, да. Вот лол. Где-то там, да. Я не помню, что она начала броскать. Ну не попадаешь раними, наверное. Что по полу? Опа, попал, видишь. Опа. Я просто стал что-то делать. Подожди. Опа. Шпага. Масса есть еще? Ну как обычно где-то. BMW масса не любит. У них специальная технология безмассная. Так споешь на базаре было на авторынке? Двигайте. Это что? Это... Ненормально. Капот заскрипит. А, слышно, да? Ненормально. Вот там посмотрели, что? Вот там посмотрели. Нормально все? Пока потихоньку, вроде ничего не дели. Не, ну я свяжу вот тут вот что это. А это мы просто знаем, вот видишь. Угу. Сейчас. У нас, видишь, эти... Надо больше было... Я тебе говорил, нет, четко вот центр. Видишь, он вроде. Да, но если мы сюда подложили, что-нибудь было лучше. Ну-ка, а что мы смотрим? Подожди. Что? Теперь на момент с капотом мы что-то капот не сняли. Ничего страшного. Давай сейчас будем его... Я думаю, на бок вот так повернем. По мере... Ну, сейчас его видишь, короче. Ну, я думаю, как-то будет. А, я понял, вот так. Сначала подиагнали, потом на бок и вытянем. Ну, будем пробовать. Здесь еще капот снимать. Это не проблема, но не хочется. Но Саня хочет потом ставить мотор в сборе. Поэтому капот при любом надо будет снимать. А так еще место здесь вообще кругло. А так вообще, да, мы сняли. Сейчас фотку сделаем, прикольно. Сейчас я залезу. Откроешь капот и опа, привет. У тебя как всегда. Давай, давай. У тебя как всегда что-то у тебя. А ну, скажи, что такое движется? Сейчас только что выкатываем, давай, на улицу его. И там уже снимем все остальное, да, что мешает тебе. Такое. Ну, что? Этот. Доволен? Что ты такой задыхался? Один балл закрутил всего лишь. 30 лет уже. 51 будет скоро. А тут все. Болтом на 13 делит, по-моему, на большая часть всего. Два места наши. Да, и оно работало. Да, вообще прикольно. Это быстрый съем, чтобы было удобнее менять. Ну, что, все эти моменты уберем. Есть. Если в моторе масла нет, там поршнях она по-любому есть. О! Тебе ощущение. Там будет массоприемник, чтобы это... Там не надо ковырять. А, да, вот специальные ушки. А как тут шоу переться? Ну, значит, там, смотри, впереди. Давай, тут аккуратненько, я потом шлифану здесь. Да не, не надо аккуратненько, шлифовать они еще. Я вижу. Сейчас. Вот тут есть место, смотри. Да. Капец, он держится. Тут только болтовый не надо. Вот оттуда, видишь. Ага, вижу, да. Распаковка. Ой, держу. 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 Держи. Пойдем, 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 я пытаюсь открыть. Ого. Что у нас тут имеется? Что это за кусочки опять, какой-то металла или что-то? Да. Это, наверное, споршня твоего. А, да. Споршня. Споршня. Кстати, у тебя же была история, помнишь, с поддоном и мусором в нем? Да, к видео добавим. У тебя есть, конечно. Там где такая именно... Так, расскажи немножко про эту историю. Только, да, салат не было. Купил машину, короче, у ребят. Но не, она сами не знали, наверное. Этот... Пару дней покатался, я не только купил. Газу дал, слышу, что-то как оборвалось. Оборвалось, короче, и как бензоплачево работает. Короче, у меня тут все натяжители, вот эти все, что я поменял. Все оборвалось и упало туда. И... А это все было из-за того, что до меня у кого-то тоже оборвалось весь пластик и забил приемник, когда масло приемник, полосы был забитый. Долиня масла не было. И тут солдатик, которые... Короче, все это забитое было. Ну, вот этого сетка, который идут внутри. Там все было в мусоре просто наняло, да. В пластике, да, пластик, все там было. Ну, видео есть, потом покажу. Угу. Цепочки, стеной... Ой-ой-ой-ой. Что? Должно быть? Так она у тебя висит все правильно. Что? Нет, это цепочка отдельная. А, да? Да. А что тут болтается? Ну, потом посмотришь. Мне кажется, она не должна пытаться. Нет, конечно. Ребята, подскажите. Ха-ха-ха-ха. Разберемся. Давай, значит, разобрать его надо. Да. 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 Где коренные менял. А, из них не менял получается? Этого коренные менял. Я понял. А как его достать? А так можно немножко дерево на ручку постукивать? Пониму. Вот так просто возьми сюда. Вот так просто возьми сюда. Я понял сейчас в чем-то. А вот молоток. Ручкой понял. А можно? Ну, ручкой давай еще. Давай так аккуратно. А давай. Все, пошел. А, она на направляющей стоит. Так, что тут за вкладыши? Ну, царапин нету, рассыпь нету. Вот так вот, вот так красивее. Что их оставим? А как посмотреть какой-то размер? Я не знаю, если они стоят не торопо, то я бы поменял их. Какого достать? Да пока не доставай. Просто они достаются, там замки стоят. Просто видишь, тут замок вот. Ага, ага. Сейчас бери, выталкивай поршень. Выталкивай. А если я перепутил эту херню вот так, ничего страшного? Не поменяй, ты замок к замку ставишь. Выталкивай, просто упрят? Да. Вот так легко пошел. А что нет? Давай, давай, толкай. Давай, давай, толкай. Давай, давай, толкай. Давай, давай, толкай. Давай, давай, вот так вот раз. И тут рулокой подтягивается все. А, ну что поршень? Ну, поршень, тебе скажу, что он есть, маленький здесь, да? Ну, конечно, есть, а пока они без них не может быть просто. Ну да. Может с пробелом. Поверни вот так вот его. Давай, вытру хорошо, подожди. Вот. Подослание, ну, объясни, почему ты сможешь найти поршень? Я просто буду ставить, походу, свои же. Если они сейчас их проверим, если они как-то более-менее еще нормальные. Говоришь, что они будут лучше бушные, чем новые свазы. А там, ребята, скажите, как оно вообще. Так, нагара капец сколько. Как будто тут эти угли разводили. Ну, кольца нормально, смотри. Кольца даже оставим старые. Не, по-любому я отдам, чтобы их перепримерили. Все, я могу так собирать его и все, да? Да. Скучно. Это каждого. Ну, я не понял, что это замок-замок. Вот это замок-замок. Ну вот и есть замок. И к нему привлаживает, да. А, вот так. А теперь попробуй по-другому поставить. Вот смотри, вообще, хожу уж. Ну, вообще, видишь, ни рысочки, ничего. По-другому ставь. У тебя видишь, он теперь поставил в центр отверстия. Видишь, у тебя вкладыши не одно целое идет. Видишь? Да. Тут где-то оно было, не видно, конечно, маленький прогар. А, вот чуть-чуть, видишь, прогорело. Сейчас, подожди, я покажу. Сейчас сфокусируется. Угу. Можно даже так показать, что было. Ну да. Чуть-чуть. Какая-то дырка идет. То есть, кольца, если подкинуть, но не прокатит, да? Можно заварить, кстати. Заварить рвоном. И потом пройтись на токарке, либо, ну понял. Ну да. Очень хороший поршень, реально. Ну да. Сейчас задумайся. Можно еще больше сэкономить денег. Кстати, да. Сэкономить, да, на чем-то. Укладыши оставить старые, там, поршня, кольца. Давай, давай покажем людям, ну пусть скажут, что там оно. Что, ну сколько ты приехал на них? Тысяч пятьдесят, может. Да, новое укладыши, точно. Ну это просто, ну, грязучка. Не, ну да. Чтоб четыреста гривен не тратить лишних, можно ведь оставить. Ну это, бля, вот так будто там задиры, кажется. Это ненормально все. Вон. Навьем. Ладно, что тебе нравится. Это что за фирма? Фирма она не дешевая. Да, конечно. Ты когда их менял, когда у тебя был первый ремонт двигателя, да? Угу. Не за двигателя. А ту же фирма она не написана, да? Нет, стандарт просто все. Нет, что написано. Ну вот какая-то... BMW, оригинал. А, оригинальный. Да все надо оставлять по-любому. Да, оригинальный. Ну там бабки были просто. Понятно. Разобавит двигатель, получается, да? То есть сейчас то, что хотели сделали, это второй, второй был. А, нет, первый все правильно. Разобавит двигатель. Сейчас Саня берет кольного, уложит его в машину. Он будет его проверять. И все. На этом, в принципе, мы пока не заканчиваем. Потому что дальше нужно подготовить новый блок. Кольнвал. Поршневую. Тут еще пока ничего не известно, как будет все собираться. Потому что поршневая может не подойти, она может быть негодная. Правильно? Да, будет жопа. Да. Вкладыш это, понятное дело, хороший оригинал надо ставить. Вкладыш оригинал надо ставить. А давай. Что? А он не тяжелый что? Да ну такое. BMW оригинал. Рапонки все на месте. Можешь тебе посрезать эти противовесы, чтобы легче было. Да. Так. Давай рекламировать нашу мою спасательницу маленькую. Ох. Это же у него катится? Ну, что-то как-то положил его, не знаю, что у него катится. Сейчас вот так вот подокрем. Ну, все. Вот так вот. В общем-то, поехали. Саняку оставил столько коленвал. Все. Больше ему ничего не надо, осталось двигателя. С машиной вообще. Да, да. В общем-то, сейчас, получается, он будет заниматься ремонтом. Я не знаю, когда это все сделается. В принципе, если получится, да, то я думаю, мы еще снимем процесс сборки, да? То есть, ну, в основном, в принципе, это и есть основная тема, наверное, пожалуй. Просто, что показали, ну, как бы, вариант такого, что Саняк говорит, ну, давай что-то поснимаем, потому что ну что. Просто так говорит он, просто так что-то снимать, ну, я привезу подъемник, типа, мы сняли мотор. По сути дела, можно было ничего этого не снимать. Ну, ему интересно было, я думаю, с него хорошо снимем, будьте о памяти к этому, да. Работа была проделана, но это крайне маленькая сегодня. Ну, да, да. Не, ну ты больше сделал, ты там все на весной поснимал, до этого, ну, до моего приезда, поэтому там ты много сделал работы, на самом деле. А то, что мы сделали так, это работа, конечно, но она не такая обрешает. Ну, емкая тоже, это все это перевести, снять. Ну, да, да. Для меня это вообще космос. То есть, смысл в чем? Мы-то, по сути дела, снимали это все дело без, ну, как бы, в огражении это условий для такого ремонта. Поэтому нам приходилось привозить подъемник, естественно, это самое основное. Вот. А сейчас я хотел сказать, что у меня также была не так давно поломка на BMW. Ну, вы помните все, когда я поменял редуктор задний, да, в общем-то, поняли, что ему уклонило. И сейчас мы немножко перенесемся уже ранее, как я ездил на BMW и потом я был с этим редуктором, короче. Умерял я машину, ребята, сегодня с Витьком, по сути дела, не планированный был замер, получается. Ну, слабое звено себя показало. Редуктор просто рассыпался, к сожалению. Вот так вот. Я не знаю, что с ним случилось конкретно. Сейчас вот Витя потащит меня в гараж. У меня есть мой ее родной редуктор, который я сюда поставлю, естественно, в данный момент. Я не буду пока ничего экспериментировать. Но, к сожалению, так получилось. Вот так вот. В таком деле обычно ломается самое слабое звено, как говорится. Но в этом случае был редуктор, я еще раз повторюсь, он был не ее родной, то есть не 540 модели. По сути дела, как я и ранее говорил, это был чистый эксперимент. Мне нужно было увидеть, будет ли результат на короткой паре, будет ли какой-то эффект. Ну, плюс я его заварил, естественно. Сейчас, ну, какое направление нашего движения, скажем так. Я ставлю назад ее родной редуктор, какой и был. Потому что другого варианта пока нету. И плюс он крепкий. Он должен все это дело выдерживать. Единственный момент, почему я сломался редуктор именно под такой, скажем, не сильно большой нагрузкой. А все просто. Стойку я так еще не заменил. То есть у меня заднее правило стойка начинает прыгать. И это создаются все ударные нагрузки. Конкретно ломается самое слабое звено. А это был редуктор. Вот и все. Сейчас, видимо, дотащат. Я сразу заменил редуктор на ее родной. Вот. Я уже его никуда не давал, естественно. Это все чистый эксперимент. Поэтому он лежал и ждал своего часа. То, что случилось с редуктором, в общем-то, все оказалось для меня непредсказуемо. Потому что откололо, получается, корпус. Так. Корпус самого дифференциала. Собственно, вот он, корпус получается. Он уже не привязанный к другой части корпуса. Вы поняли. Поэтому у меня перестала вращаться общая ось. То есть, он уже стал не заварен, так сказать. Все пораспадало. Я так подозреваю, что где-то там лежит все остальные части. Вот. Возможно, это связано со сваркой. Возможно, то, что это была заварка. Это все-таки не завод. Оно и повлияло. Вот. И все это дело откололось. Но. Как бы там не было. Сейчас я понимаю, что, конечно же, было бы с блокировкой намного лучше. Но. Эксперимент был, по сути, больше к главной паре. И главная пара 3.46, которая на этой редукторе. Она себя, ну скажем так, не показала хорошо. Есть предположение, что надо двигаться в сторону увеличения, да. Удлинения главной пары. Ну. Конечно же, заводское решение это 3.15. Это М. Вот. Наверное, оно и есть самое оптимальное. Но. Такой пары я как бы не нашел. И, скорее всего, не найду. Потому что она будет идти в другом типе корпуса. Скорее всего. По, скажем, бюджетному варианту я не смогу это проэкспериментировать. Поэтому я просто вернул на место свой старый редуктор. Какой должен был стоять по заводу. Сейчас мы уже можем подытожить это видео. Я вам показал, скажем так, будни любителей поковыряться в BMW. В общем-то, сейчас мы этим и будем заниматься через будущее. Моя машина сейчас на ходу. Я на ней просто передвигаюсь. У меня сейчас остаются два пути увеличения ее динамики. Это резина и прошивка. Потому что третий путь, как бы, это главная пара. Ну, в моем случае, не удался. Я пробовал, экспериментировал разные варианты. Если честно, с главной парой короткой можно поехать, но нужно очень сильный зацеп. Я понимаю, что такого зацепа я точно делать не буду, потому что за этим пойдут уже другие проблемы. Это, опять же, мы выражаемся к тому, что слабый редуктор. Если бы редуктор выдерживал бы эти нагрузки, то что-то бы другое ломалось. Это полуось, например, та же, либо шрус. То есть, в любом случае, мы нашли бы слабое место. Я подумал, наверное, все-таки, оно того не стоит, потому что все равно этот атмосферный мотор, он не поедет слишком быстро. А бороться там за пару десятых секунд на старте, которые я получу на финише имеется в виду, пару десятых секунд на финише бороться, ну, того, наверное, не стоит. Поэтому лучше все-таки пойти путем хорошей резиной и прошивкой. Я думаю, что тоже машинка поедет неплохо. Ну все, ребят, на этом я заканчиваю это видео. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и до скорого!